Всем привет! Днепр на связи, 6 августа, 12.26. Ну что, друзья, прошла очередная ночь, прошла уже, считай, половина дня, что вечер, что ночь, что утро, хорошими новостями не блещут. Ну, давайте обо всем по порядку. Изначально, что хочу вам сказать. Палестинские мигранты избили ногами британца и показали ему свое место в своей же стране. Митингующие увидели человека и решили его избить. Ну и ну. Никогда такого не было и вновь опять. А по информации от главы областной военной администрации Сергея Лысака, мы узнали, что в течение ночи наносились удары по Никопольскому району, конкретно по Покровской громаде. Был нанесен удар как дронами камикадзе, так и артиллерии, и уже утром был нанесен удар по Никополю беспилотниками. Возникло два очага возгорания. Люди не пострадали ни в Покровской громаде, ни в Никополе, что не может не радовать. Также ночью можно было слышать отдаленный взрыв у нас в городе. Сообщается о том, что над областью был сбит разведывательный беспилотник. И что далее, друзья? Просто ужасная вещь случилась с местной у нас жительницей вчера. Можно сказать, поздним вечером, а то и ночью. В общем, что? Что случилось? Девушка обнаружила на себе клеща. Решила сразу же обратиться в травмпункт. Не рискнула сама доставать, потому что ей показалось, что клещ уже находится достаточно глубоко. Приехала в больницу на Антоновича, на там, Свердлова, в 23.40, в травмпункт. Простояла там 15 минут, еле достучалась, потому что он был закрыт. Потом девушку принял недовольный врач. Видимо, ему не понравилось, что его разбудили. Она снимала видео. На видео видно, как он просто берет ножницами и сдирает этого клеща. С криками начинает доказывать, что это кусок грязи, а не клещ. И она слишком молодая. И не видела столько клещей, сколько видел он. И вообще нефиг страдать фигней, а надо мыться. Девушка со скандалами и слезами на глазах уехала оттуда и заехала в 16-ю больницу. На приемном покое рассказала всю ситуацию. Врачи обалдели. И сразу приняли делать свою работу. Вытащили две лапки и сказали наблюдаться, так как могут быть последствия. Девушке очень обидно за такое отношение. Ладно бы, ну действительно, приехала бы какая-то, не знаю, там пьяная, начала дебоширить, еще что-то. Приехал человек за помощью. Зачем травмпункт работает круглосуточно, если этот хапуга там спит, а потом еще свое недовольство проявляет и говорит, что это грязь. Чтобы у тебя такая грязь пожизненно тебя сопровождала. Этот нехороший человек, который работает в данном транспункте, это в ночную смену. Вот что я вам могу сказать. А если бы с девушкой что-то случилось, если бы какие-то последствия от его вот этих вздирательств, ножницами, ответит он или нет? Или все это вновь скоститься. Мрак, друзья, просто мрак. Что еще? В НД районе мужик обокрал магазин одежды, разбил витрину, напихал себе вещей в сумку. Ну, короче, что? Вор оказался модным, но не быстрым. В соседнем дворе его задержали патрульные. При нем же была сумка с вещами, а на руках царапины от разбитого стекла. Вот такие дела. Что еще, друзья? Трамп пообещал устроить встречу Путина и Зеленского, если победит на выборах. Это и есть его план по прекращению войны. Трамп говорит, я свяжусь с Путиным, свяжусь с Зеленским, я очень хорошо знаю их обоих и заставлю их заключить сделку. Это первое, что я сделаю. Ну и со мной свяжитесь обязательно. Ваше мнение очень важно. Для нас мы вам перезвоним. Что дальше, друзья? Ну, помните вот эту тему. И часто в комментариях, я вижу, пишут россиянам украинцы выйдите у себя там на Красную площадь или где-то в центре вашего города с табличкой нет войне или просто с пустым листиком вас сразу загребут. А те пишут украинцам, да, нам, что а вы выйдете слабо. А мы пишем да ничего не будет, мы можем там хоть дулю нарисовать, и нас не заберут. Ну вот парень сегодня вышел на одиночный пикет с двумя табличками. На одной табличке война это не повод строить диктатуру. И на второй закрепленной табличке ТЦК все еще крадут людей. Приехала полиция, парня скрутили, таблички порвали. Вот такие дела. Что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях. Неужели свобода слова и демократия в Украине умирает? Как такое может быть? Ведь мы же оплот центральная часть демократии не то, что Европы, а всего мира. И мы же сражаемся за мир, за Европу, за демократию и за свободу слова. Почему так произошло? Непонятно. Ведь в чем парень не прав? Даже если он в чем-то и не прав, это его мысли, его личное видение ситуации. Он никому не угрожал и не предоставлял никакой опасности. Один человек. А приехала целая группировочка крутить пацана. Такие дела, друзья. Ну что, последствия взрывов в Киеве, бровары, я думаю, все уже видели видео прилета, какие-то дети, судя по голосу, это выложили. Кличко прокомментировал утром ситуацию, сказал, что попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры в Киевщине не допущено, никто не пострадал. Сейчас специалисты работают на месте падения обломков, сбитых вражеских целей. По состоянию на 8 утра зафиксировано повреждения многоквартирного дома, выбиты окна на первом и другом другом две заправки, выбиты окна, многоэтажка с офисными помещениями, выбиты окна, взрывной волной поврежден домик лесника. Как в песне, да, будь как домопутник, я ни в чем не отхожу, тысячу историй, коль желаешь, расскажу. Хей! Что дальше, друзья? А дальше утро, как утро, 10 часов, Харьков, очередные взрывы прозвучали, комментарии в порядке очереди от главы города, Терехова, удар по центральному району города, жилая застройка, пожар, касательно разрушений и жертв информация уточняется, потом написал, вследствие удара по центру Харькова пострадало здание поликлиники, сейчас информация касательно раненых и разрушений уточняется, далее сказал, частично уничтожено трехэтажное здание, повреждены машины, которые были припаркованы рядом, далее следующее сообщение уже от главы областной военной администрации Харьковской области, по предварительным данным, был нанесен удар Искандером, повреждены гражданские помещения, поликлиника, гражданские автомобили, жилая инфраструктура, выбиты окна и Терехов прокомментировал, что таки да, предварительно это Искандер, пострадала поликлиника, здание высшего учебного заведения, общежития и жилые дома в округе, российские же источники уже с фотографиями, видеоматериалом выложили у себя в информпространстве такую информацию, что Искандеры накрыли в Харькове восточное региональное управление государственной пограничной службы Украины, в здании был организован пункт временной дислокации ВСУ, при этом даже указали координаты, вот такие друзья дела на данный момент, сейчас без сигнала воздушной тревоги, как это недавно еще, она была, тревожились на баллистику, в общем, желаю вам приятного дня, берегите себя, Бог любит вас и до нового выхода на связь.